Лечебные учреждения, которые строились в советские времена, мало приспособлены для совместного пребывания мамы и дитя. Вот и в детской больнице, что на Первой речке, условия далеки от комфортных. Больные груднички и их мамы находятся на разных этажах. Чтобы быть вместе с малышами, мамы терпят все невзгоды. Отсутствие кондиционера и сон на стульях рядом с детскими кроватками. Я здесь лежу с 24 часа. Приехала я на таких условиях. Один стул, койка для ребенка и все. Духота ужасная. То есть все это время я лежала здесь. Сначала на двух стульях, потом девочку вынесли и лежали на трех стульях. То есть спускаться, как бы есть комната мамочек, она находится на третьем этаже. Ребенку еще месяца нет. Спускаться вниз не вариант. Медперсонал настаивает на режимности учреждения и не может позволить ночевать мамам на стульях. Но и расставаться с крошечными детьми мамам тяжело. Нарушения правил пребывания не раз становились поводом для разбирательств и повышения нот в голосе. Последняя история вылилась в серьезный конфликт между пациенткой и врачом. Начал кричать на девочку Яну. Я, недолго думая, включила камеру и начала его снимать на камеру. На что он заметил и начал возмущаться. В том плане, что ты что тут снимаешь на камеру? На вопрос о поведении врача в отношении мамы главный врач клинической больницы заявила, что меры будут приняты в ближайшее время. Здесь я могу только принести свои извинения от имени всей администрации за тот инцидент, который произошел сегодня утром. На самом деле мне очень стыдно. И я считаю, что медицинские работники, тем более врачи, не имеют права так себя вести. Поэтому сейчас проводится служебное расследование и будут приняты меры по воздействию на доктора. Что касается пребывания мамочек, которые лежат с малышами, то в этой больнице для них есть палаты для отдыха, душевые, молочная кухня. Но не каждый родитель готов оставить свое дитя только под присмотром медицинского персонала. Поэтому они продолжают ночевать на стульях. 13 детей могут находиться с мамами вместе. Остальные мамы только привлекаются для ухода за детьми, а находятся в палатах, в комнатах для отдыха матерей. В нашем отделении 70% коечного фонда нам удалось обеспечить пребыванием мамы совместно с ребеночком. 100% охватить нам на сегодняшний день невозможно. Площади нашего отделения не позволяют сегодня это сделать. Павел Серебряков, как только узнал о проблеме, сразу посетил больницу. Теперь клиника находится непосредственно на контроле вице-губернатора. В ближайшее время больницу ждут изменения, в том числе и реорганизационные. Ольга Адаменко, Александр Бугаков, Панорама.